Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый лад и видео, которое сейчас вы посмотрите Входит в наш курс, который называется Акустический рок для начинающих Этот урок я назвал Аккорды в стиле Кит Ричардса Хотя, в общем, это Условное название, потому что К этим аккордам базовым Это будет Соль, Ре, Ля и Ми В них ходят Аккорды с задержанием, куда входит Четвертая ступень и шестая ступень этого аккорда Кит Ричардс очень любил Эти аккорды, и в этом же курсе У нас есть видео, где используются аккорды В закрытой позиции, которые, собственно Он и очень часто играл в своих легендарных песнях Такие как Браун Шуга Гимми Шелта Многие-многие другие Здесь представлены аппликатуры четырех аккордов Именно в открытой позиции И выучив эти аккорды И вот этот вот аккорд Кит Ричардса Вы можете сильно Продвигать свои аккорды Когда у вас просто висит на одном аккорде Допустим на соль, используя вот этот второй аккорд Кит Ричардса Вы можете очень здорово расширять, собственно, свои знания по этому поводу Больше не буду рассказывать, потому что в видео об этом все есть подробно Смотрите видео, учите эти аккорды Заходите на страницу нашего курса Которая будет дана вам в описании этого видео И, собственно, приобретайте курс Он реально классный Также вы можете приобрести подписку на месяц или на три Ну, в общем, все как всегда Итак, смотрим видео Итак, начнем разбираться с этими фишками в аккордах Именно в той последовательности, которую я сыграл на вступительном ролике Первое, это аккорд Ля мажор Либо Ля 5 Про аккорды мы поговорим попозже То есть вот он Ля мажор В этом примере вы зажимаете его одним пальцем То есть первая струна у вас не участвует в движухе И здесь То есть вы зажимаете на втором ладу Вторую, третью, четвертую струну Пятая струна у вас открытая И глушите большим пальцем шестую струну Она у вас здесь не участвует И, соответственно, вы не должны попадать именно с пятой струны То есть вы играете просто по всем струнам А первая, шестая струна у вас не звучит Итак, дальше что вы делаете, чтобы получить следующий аккорд Как я назвал имени Кит Ричардса Сейчас я покажу вам сначала, как он выглядит А потом, в чем его суть Второй палец мы ставим на третий лад второй струны И третий палец вы ставите на четвертый лад четвертой струны Это шестая ступень для Ля То есть это большая секста для ноты Ля Вот она Если вы хотите поподробнее знать про строение аккордов Отсылаю вас в очередной раз в курс Теория для гитаристов Пока не будем на этом всем зарубаться здесь То есть первый аккорд у вас Ля А второй вот это Сус-4 шестой ступенью И обратно вы разрешаете этот аккорд Ля В страйминге, который я использовал здесь Такое движение Две мертвые ноты вы переглушаете здесь вот этими пальцами Старайтесь класть ваши пальцы так, что они едва касаются струны Потому что если вы чуть-чуть их сильнее прижмете Это неправильно Видите, появляются всякие нехорошие призвуки То есть у вас должна быть ассоциация Просто чтобы кожа ваших пальцев Слегка-слегка касалась струны Тогда вот эти мертвые ноты у вас будут звучать как надо Первый короткий аккорд То есть вы глушите как раз вот этими двумя пальцами Потом ставите этот аккорд То есть вниз вверх по мертвым нотам Теперь вы ставите этот аккорд обратно А потом также через две мертвые ноты играете еще раз То же самое Этот аккорд Сус-4 с шестеркой И обратно ля То есть вот получается Это что касается ля Дальше у нас пошел аккорд соль А соль Здесь получается все то же самое Мы с вами уже изучали вот этот соль С первым ладом на второй струне И здесь вы еще ставите Второй палец на второй лад четвертой струны И то же самое Первый короткий И просто расслабляете пальцы левой руки То есть просто посидите Чтобы у вас получался вот этот хороший отрывистый короткий звук Немаловажную роль играет то Как вы кистью это делаете Мы с вами про это говорили Просто играете коротко и отрывисто Не зарубаете слишком глубоко Аж медиатор Видите, во-первых, это не строит Во-вторых Звук плохой Вот, что касается соль То есть, естественно, вы можете придумать Просто свои какие-то рифы без глушения Это будет звучать тоже отлично То есть, если вы обратите внимание на соль То есть, фактически у вас получается Вот, если вы еще третий палец поставите на третий лад пятой струны То это будет вот такой аккорд до Просто с мизинцем на первой струне Это обычный трезвучий до мажор То есть, фактически это можно и назвать аккордом до Если у вас встречаются в последовательности соль и до Вы можете просто играть следующим образом У вас просто будет аккорд до с басом соль То есть, у вас получается Так называемая педальная нота в басу Когда у вас меняется аккорд Но одна нота аккорда не меняется Это было то, что касается аккорда соль мажор Далее аккорд ре мажор Аккорд ре мажор, он Соответственно, такой Аккорд, который вы дальше ставите Он следующим образом выглядит Он похож на фа здесь В этом месте То есть, у вас просто получается паре На третьем ладу первой и второй струны указательным пальцем Вторым пальцем вы зажимаете четвертый ла третьей струны И четвертая струна у вас открытая Соответственно, басовые струны не звучат Вы глушите большим пальцем Здесь это сделать немножко тяжелее Потому что у вас две басовые струны Ну, все, что сложно, красиво Сделаем это лозунгом нашего сайта То есть, вот такая штучка Это аккорд ре мажор То есть, итак, если мы соединим все вместе Еще у нас остается аккорд ми Вот он аккорд ми мажор И ваша аппликатура здесь такая Паре На третьей и четвертой струне указательным пальцем на втором ладу Третий палец на четвертый лад пятой струны Шестая струна открытая Вот ваш аккорд ми сас четыре Еще шестую ступень То есть, видите, вы играете ми Просто расслабляете руку здесь Кладете на струну И все то же самое Ну и без глушения И приходите в ля То есть, мы с вами разобрали Раз, два, три, четыре аккорда В которых это вот так вот делается Что еще бывает с ми Ми бывает следующим образом Вы делаете все то же самое Вы кладете третий палец на второй лад Третий, четвертый и второй струны Фактически вот у вас получается аккорд ля Только здесь у вас Не убирайте ваше ми Тоже очень актуальная штука Самый яркий пример подобных рифов Это так называемый ритм Бо Дидли Послушайте любой из его хитов Вам встретится как раз вот этот аккорд Ми с переходом на ля Но это можно считать и ля И ми сас четыре С шестой ступенью Вот что я имел сказать По поводу всех этих аккордов В открытой позиции Давайте посмотрим Все то же самое В закрытой позиции Я думаю, вам будет все довольно просто Просто такие вещи надо знать Спасибо за просмотр!